Ты... питомец? О нет, я Райя Прайм, лучший операсик во вселенной. Рая? Ты? Ты действительно Рая? Я должен помочь Рая Абер. Рая, Рая, ты сможешь понять. Разобраться, прошу, держи. Я проанализировала информацию с флешки безумца. И, лололошка, я наконец-то знаю, как проникнуть в бункер. О, нифига. Нам в тот тоннель, идём. Какой тоннель? Ох, господа, главная тема на повестке дня — нестареющий безумец. Кто он такой и почему в последнее время на него делается такой большой акцент? Сейчас и узнаем. Да-да, сейчас и узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я лололошка. Добро пожаловать в идеальный мир. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я лололошка. Добро пожаловать в идеальный мир, в котором мы действительно никогда не обращали внимания. На безумца. Не стареющего безумца. Ага. Во время предыдущей серии, пока Родан восстанавливал свою память после амнезии, мы узнали. Ещё далеко в детстве Родан уже встречал этого вечно молодого безумца, который называет людей своими... эээ... питомцами. М-да. Это и правда странно. Кто такой этот безумец, мы ещё точно узнаем. Но, напоминаю, в конце предыдущей серии мы вернулись в Эмпориум, к нашим союзникам. У нас как-никак захват города. Ах, а ещё в конце пришло уведомление от Империи. Якобы рабочие часы отменяют. Теперь у нас не рабочие часы, а, как их там, наручные часы. Они выдаются в бумажном виде. Ха, а ещё запретили голубой цвет. А как же голубые скамейки? И голубые винтовки? Э? Признавайся. Единственный человек, с которым мы успели это обсудить, Хейли. Она успела сказать, что же нам делать. Окей, продолжаем. Да, Лулошка, сейчас нам нужно срочно решить, на чём сконцентрировать своё внимание. Так, погоди, Хейли говорит. Нет, говорю я. Мы больше не можем распыляться на обе цели. Лулошка, тебе предстоит выбрать, чем заниматься. Восстанием или бункером. Вероятнее всего, Империя в ближайшее время постарается восстановить прежний порядок в Алатере. И после вчерашнего объявления, у полицейских появилось юридическое основание для задержания членов Сияния. А, голубые элементы. То есть, погоди. Я вообще весь голубой. Ну, то есть, одежда. Кроме этого, в Эмпориуме есть административный отдел, куда люди будут нести свои рабочие часы. А это означает, что Империи во что бы то ни стало потребуется вернуть этот главный магазин себе. Поэтому, Лулошка, прямо сейчас потенциально лучший момент, чтобы пробраться в бункер. Ну, что думаешь? Так, погоди, стоп-стоп-стоп, Рай, это как бы всё прикольно. Я бы, наверное, даже выбрал бункер, но там же вроде всё завалено, разве нет? А, ну вот, тут есть такой вариант. Рай, я не знаю, что выбрать, потому что понятия не имею, как помочь повстанцам. И уж тем более, как попасть в бункер, когда все входы завалены. Во! А вообще, мы можем выбрать, либо помочь Сиянию, либо заняться бункером. Эм... Ну, давайте неопределённость, вот так вот. Оу, я... я тоже не знаю. Анализ всех возможных вариантов не показал ни одного с вероятностью успеха выше 10%. Мда. Я и правда не знаю, что делать. Но, тем не менее, давай для начала проведаем Хейли, Ванессу и Родана. Может быть, они что-нибудь скажут? Так, погоди, а... Я прямо у Хейли стоял. Что? Ха-ха! О, стоп, что? О, да ладно! То есть мы... Ха-ха-ха! Ребята, мы прошли буквально, не знаю, метров 10. Но то, что я сейчас увидел, я уже офигел. Вы... Вы же понимаете, кто это? Тот самый безумец! Родан, ты чё? Да ты чё, не понял? Не приближайся ко мне! Ты слышишь меня или нет? Если в мою сторону ты сделаешь ещё хотя бы шаг, я за себя не ручаюсь. Я контуженный! Тебе все это подтвердят. Никто меня не осудит. О, питомцы! Они наши друзья. О, питомцы! О них надо заботиться. А, да что ж такое! Пожалуйста, кто-нибудь уберите его от меня! Скажи мне, почему ты постоянно путаешься под ногами, а? И вообще, как ты оказался в поселении, в котором я вырос более чем 15 лет назад? Почему ты вообще не изменился за всё это время? О, иди ко мне, питомец! А, да что с тобой не так, чёрт возьми? Что тогда, что сейчас? Да о каких питомцах ты говоришь? Э, простите, что отвлекаю. Ребят, всем привет! Что это у вас здесь происходит? Что? Ты питомец? О, нет. Я Райя Прайм. Лучший оперсик во вселенной. Райя? Ты? Ты действительно Райя? Я должен помочь Райе Абер. Я не могу говорить слух. Он всё поймёт. Мало времени. Райя, Райя, ты сможешь понять. Разобраться, прошу, держи. А вот и всё. А вот и шарик. Ха, убийца. Убийца, убийца, Кэлхун. Питомцы. Питомцев надо люби... И... Идь. А, о чёрт! Что происходит? Срочно, врача, позовите врача! А, какой он? А ну-ка, что за... Эээ... Что? Он мёртв. Пи***ц. Лолошка, что он дал вам? А, я не знаю, что это. Кристальный флеш-накопитель. Сантехническое устройство Аль-Сити. Ноль из 1024-х СП. Что это? Чёрт возьми, я только начал строить теории про безумца и... Он погиб, реально? Но он искренне удивился Рае. Рая? Ты действительно Рая? Я должен помочь Рае Абер. Обалдеть, сколько тебе лет? 400? Эээ... Так, ладно, продолжаем. Ага, стойте, стойте. Давайте сейчас не об этом говорить. Мы отвлеклись от обсуждения важного плана. Да, ребята, мы не можем оставаться в Эмпориуме. Эй, Лолошка, срочно. Дай мне флешку, я её просканирую. Да, вот, возьми. О, нифига себе. Ванесса права, надо идти отсюда. С минуты на минуту могут заявиться полицейские или... Или даже роботы Войда. Тх-х-х, да что нам эти роботы? Рая с ним справится своей отрыжкой. Но поменяет батарейку ещё разок, и делов-то... Нет, Родан, это исключено. Эй, Банка, ты чего? Ой, я могу ответить. Родан, ты всё равно не поймёшь. Просто нет, и всё, окей? Или же, Родан, применять электромагнитный импульс опасно как для самой Раи, так и для людей в округе. Я тоже против. А-а-а, опасно, говоришь? А, слушай, это не из-за всех этих импульсов я память потерял. Эй, Родан, может быть вы потом как-нибудь это обсудите? Ну, ладно, конечно, без проблем. И это, Рая, ты... Ты, если что, не парься. Ведь именно ты всех спасла от этих роботов. Я... я правда не в обиде. И спасибо, что не стали скрывать, что этот импульс действует и на людей. Хм, спасибо, что не стал настаивать. А если всё-таки говорить о том, куда идти, мы можем все вместе отправиться в поселение Хейли. Ну, наконец-то, наконец-то мы заговорили о деле. Но... Подожди, Рая, а почему именно моё? Хейли, оставаться в городе членом сияния слишком опасно. А вот в поселении... Ммм... Войд не станет оставлять город без защиты. И не станет отправлять каждого в твоё поселение. Кроме этого, очень многие полицейские уже в сиянии. Так, хорошо, Рая, а что если Войд отправит своих роботов? Отвечаю, Ванесса. За городом у нас больше шансов с ними справиться, чем здесь. Там у нас шире пространство для манёвра. А также, благодаря Родану мы знаем, роботов можно обезвредить. Просто пробив стекло и уничтожив их камеру. И так получается, что наши снотворные капсулы для этого малопригодны. А использовать настоящие патроны в городе слишком и слишком опасно. Хмм, а ведь ты права. Если мы правильно организуем укрепление в поселении, то... Действительно сможем. Сможем почти полностью исключить вероятность ранения людей. Молодец, Ванесса, всё правильно. Так, погодите, ребят, а... А чё делать Шэрон, Кейт и остальными запертыми в канализации? Родан, наши раненые никак не смогут им помочь. И что, предлагаешь всех бросить там в канализации? О, Родан, они там не одни. Там осталась большая часть участников сияния. А, или, знаешь, Родан, мы можем даже сделать так. Разделимся, раненые поедут с Хели в поселение, а ты возьмёшь с собой пару людей и пойдёшь осматривать места взрывов. Ты, правда, прости, я не смогу пойти с тобой. Боюсь быть обузой. Мне очень тяжело ходить. Э, не-не-не, мам, не надо со мной идти. Я ни за что не соглашусь подвергать тебе опасности, поняла? Но, да, ты права. Я всё-таки, скорее всего, отделюсь от вас. Хм, хорошо, Родан, возьми с собой Скирса и его людей. Постарайтесь не кидаться сразу на завал, умоляю. Сначала лучше осмотреться. Вам надо понять, что вообще происходит в городе. Мы же вообще без понятия, что там снаружи. Эй, Лолошка, а ты как думаешь? С кем пойдёшь? Прошу тебя, выбирай поселение Хели. Я проанализировал информацию с флешки безумца. И, Лололошка, я наконец-то знаю, как проникнуть в бункер. О, нифига. Эй, Лололошка, чего молчишь? Что думаешь? И после такой информации у меня ещё выбор. Само собой, я пойду с тобой, Хели. О, ура. Так мне будет намного спокойнее. Идём скорее. Так, замечательно. И, окей, у нас есть какая-то флешка от безумца, который погиб. Почему погиб, мы не знаем. Почему он безумец, мы тоже не знаем. И какого чёрта он прожил столько лет? По всей видимости, сотни. Мы тоже не знаем. Но то, что он знает раю Абер, это жёстко настораживает. О, мам, прошу тебя, ты только береги себя, окей? Хе, ты тоже себя береги, сынок. Так, ребят, ну что? Мы можем отправляться? Не-не, стой-стой-стой, там ещё не все машины загрузились. Эй, Хели, скажи, пожалуйста, были ли ещё повстанцы с потерей памяти после инцидента? И все ли отошли от паралича? Ммм, ну вообще, Рая, каких-то серьёзных последствий твоего импульса... Нет, вроде ни у кого нет. И те, кого задело сильнее, скорее жаловались на мигрени, тошноту. Но... Нет, потери памяти не было, кроме Родана. Скорее всего, он просто был ближе всех. Но... Эх, а вот от паралича отошли, кстати, не все. Некоторым чувствительность вернулась только частично. Например, у одного человека из вашего ударного отряда не работают ноги. А один человек... Погиб. Врачи говорят, что паралич добрался до функции дыхательной системы. Он задохнулся. Оу, Хели, мне очень жаль. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить такого в будущем. Да уж, это правда. И если честно, я пока не особо понимаю, что всё это действительно происходит. У меня просто уже нет сил понимать. Но... Ты права. Допустить такое снова мы точно не можем. Так, ребят, если что, можно ехать. Все готовы. Лолошка, срочно. Притворись, что спишь. Мне нужно тебе кое-что рассказать. О, окей. Итак, на флешке были данные об устройстве сантехнических систем Аль-Сити до катастрофы. Ещё тогда город активно рос и развивался. Поэтому к перспективным землям рядом с ним подводили различные коммуникации. И, Лолошка, внимание, мы с тобой уже видели часть той старой канализации, которую вывели далеко за пределы города незадолго до катастрофы. Потому что именно там планировалась коттеджная застройка. Ты же понимаешь, о чём я говорю? Эээ, да, примерно понимаю. Если мы сейчас идём к Хели, то это, получается, те самые канализации, где были монстры, помните? Да, надеюсь, я правильно понимаю. Да-да, всё правильно. Цирк, который ты обнаружил вместе с Шерон, находится именно в заброшенной канализации. И вся эта канализация соединяется напрямую с канализацией Аль-Сити. Лолошка, судя по планам с флешки, там должен быть выход. Дверь в часть, которая соединена с нужной нам. И, скорее всего, та дверь замурована, и попасть сюда будет очень трудно. Но при этом учти, мы не можем просто разобрать завалы и заявиться в центр. Потому что тогда заработают непонятные третьи силы, которые постоянно мешают нам попасть в бункер. Ты, наверное, заметил, чем ближе мы подбираемся, тем экстремальнее, опаснее и разрушительнее становятся способы нас затормозить. Поэтому прямо сейчас мы, наоборот, делаем вид, что уезжаем подальше от города. Что якобы мы сосредоточились на помощи сиянию, а не бункеру. И именно поэтому, Лолошка, я говорю тебе это во сне, чтобы никто не знал наш план. Раскрытие этой информации может стоить многих жизней. Дейв, просыпайся! Дейв! Дейв! Лолошка! Да просыпайся, давай, мы приехали уже! Ох, вот это ты, конечно, вырубился. А, ой. Да, ребят, я спал, я спал, само собой я спал. Здорово, ребят. Фух, как же повезло, что не было патрулей. Хех, а ведь ты должен был защищать нас. Я видела полицейских на параллельных улицах, но нам как будто никто и не собирался мешать. Странно все это. Ты можешь себе представить, будто бы все хотели, чтобы мы уехали. Эх, ладно. Мне нужно узнать у моих поселенцев, что у них тут произошло. Да и вообще, как они? Плюс им надо как-то объяснить, что за толпа непонятных людей к нам пожаловала. Ты же, надеюсь, разберешься как-нибудь без меня, окей? Да, конечно, конечно. Я понял, то есть, нас машина, вот эта машина Рихабаам, выпускает из города, чтобы мы якобы не занимались бункером. То есть, раскрытием самой машины Рихабаам. И чем ближе мы от города, тем становится проще. Но сейчас Рая придумала немножечко другой путь. Найти канализацию здесь и через нее пробраться в Аль-Сити. Ммм, вроде бы я все правильно понял. Ох, ну ладно, все, я побежала. Ох ты, отлично. Мой план работает. Нам не пытаются помешать. Скорее, идем в канализацию. Но готовься, идти придется очень и очень долго. Да, до города отсюда далеко. И это тот случай, когда сократить путь никак не получится. Да, все-таки я был прав. Мы действительно пойдем в канализацию, только... Эээ, я не помню, где она. Может быть, телепортируешь? Ну? Нет? То есть, погоди, мне... А-а-а, я не знаю, куда идти! Ребята, лечитесь, лечитесь. Я по голове поглажу, тебя по ушку, тебя за тряпочку помацаю. Эй, лолошка, давно хотела тебе сказать. Знаешь, я смотрю на этих раненых, на все их страдания. Но, тем не менее, я все равно не сомневаюсь в наших действиях. Надеюсь, и ты тоже не сомневаешься. Важно, чтобы ты понимал, наш враг не житель империи, а сама империя. И мы делаем все, чтобы минимизировать число жертв и страданий. Прости. Просто напоминание, что в этом противостоянии мы добро, а не зло. Эм, окей, я вроде бы и так это прекрасно понимал. В любом случае, мне нужно найти амбар. Да, ребят, привет, привет, спасибо, что встречаете. О, наконец-то я нашел, вот оно! Эх, вонючий амбар, здрасте. Нам сюда. Та самая канализация, и погоди, она реально соединяется с городом Аль-Сити? Ну, это как-то немножко далековато. О, бляха-муха! Лолошка, для безопасности продолжу общаться с тобой через внутренний модуль. Нам в тот тоннель. Идем. Какой тоннель? Так, песики, все нормально. Все нормально, вы добрые, вы добрые. Куда я попал вообще? Там, подожди, через эту клетку был какой-то туннель или типа того? Тем временем. Ну-ка. Эээ... Это не похоже на главных персонажей. Сейчас что-то произойдет, да? Какая-то жесткая облава от полиции. О, Родан! Да уж, с таким настроем мы еще долго будем прятаться по люкам. Генерал, группа снабжения с вами? Вольно, повстанец. Группа пойдет позже. Есть раненые? Никак нет, генерал. Правда, вот... Эээ... Ну, выкладывай. Люди! Генерал! Они боятся. Уже ползут слухи, что лучше бы жили и горя не знали. Что не сдалась им эта правда такой ценой и... Стой, не продолжай. Хм... Слушай, эээ... Рядовой... Стиплер. Эээ... Рядовой стиплер. Кхм... Слушай, стиплер, а ты петь умеешь? А то что-то по твоей форме не сразу ясно. Мм... Да, умею. Еще как умею. Мм... Но зачем вам это? Мм... Да видишь ли, там эти двое... Эээ... А, слушай, пойдем. Там расскажу. А? О чем они говорят? Что? А, что происходит? Что? Видишь, как дым небо закрыл И обратился в мир золой Слезы утри, оковы сними Гнев обратись свой на имперский строй И не с нами бой Новый рассвет спустя сотни лет Мы наконец-то дождались Тысячи глаз смотрят на нас От алгоритма своего Очнись Вот наш девиз Держись Мы новый мир Воздвигаем На месте того Что создан был Не на милитеж Голос наших надежд И день за днем Их прежний мир Горит огнем Их забай Пусть разгадается пламя Уж пробил их час Далой режим Укрямый вперед Мы свободный народ Чего молчать? Восстань Заставь Весь мир сиять Охренеть Я Я сейчас просто в тотальном шоке пребываю Что я сейчас увидел Что я сейчас услышал Это была песня Это была полноценная песня Не, ну тут только так, ребята Мой низкий поклон Мой низкий поклон Шедевр 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 Так, еще раз Я вернулся в эту клетку И смотрите, как это устроено В этой клетке действительно Есть какой-то проход вниз И тут реально тот самый туннель Вау Да? Что? В тот же день Ух ты О, Калиб Здорово Давненько мы, кстати, о Калибе ничего не слышали Да черт возьми, это возмутительно Почему все время это происходит со мной? Почему всегда, когда я куда-то отлучаюсь Начинается вся эта движуха? Ну вот буквально ж на пару часов выбрался к себе под шумок И бам Завалило Как я могу быть полезен, когда один? Ах, да А ведь раньше меня одиночество и не смущало вовсе И я спокойно совсем справлялся Что же тебя останавливает сейчас, Калиб? А ничего не останавливает Это же даже лучше Я сейчас один И... И что? Ты куда? Стоп! Он к инспектору Войду пришел! Хм, никого нет Отлично Ха, видимо аура неудачников рассеивается, когда я отделяюсь от повстанцев Ну-ка, ну-ка Посмотрим, что скрывает от нас дядя Войт Эээ, а ты уверен то, что это правильное решение? Тебя вроде как не прям, чтобы сильно подозревают? О, нифига! Он прям реально всё прощупывает. Ха, как круто это сделано! О! И он что-то нашёл, что это? Ну давай уже скажи, что это там такое, ну-ну-ну-ну-ну. Ну он там записку какую-то нашёл и промолчал, серьёзно! Мм, да, лолошка. Эта прогулка по туннелю ещё скучнее, чем я ожидала. Уже начинаю надеяться, что на нас хотя бы нападут крысы. Эээ, может быть ты хочешь, чтобы я рассказал тебе анекдот? Я сама придумала. Анекдот? Давай. Знаешь, почему мы больше не видим пет-ассистента Калиба? Потому что он робот-собака. И у него завелись роботы-блохи. Эээ... Ха-ха. Ха-ха. Ну, допустим. Ха-ха. Эээ, ладно, ты этого не слышал, понял? Только попробуй кому-нибудь рассказать. Кстати, лолошка, ты начинаешь уставать. Оно и понятно, мы уже идём столько времени. Тебе нужно поспать. Неизвестно, что нас ждёт в бункере. Ты никак не можешь сунуться туда уставшим. Что? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Энергию что-то... А. Ну или так, окей. Ну что, ребята, по всей видимости, пора встретиться с Рихобаамом. Той самой огромной машиной. Но перед этим обязательно поспать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok